всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян я сегодня вас приглашаю в новый интересный выпуск сегодня выпуске я хочу вам показать два очень интересных пляжа которые находятся прям вот прям недалеко от кемера дело в том то что многие переезжают в кемер отдыхать возможно в отеле и про эти пляжи вообще ничего не знают особенно про первый который покажу потому что он является муниципальным а рядом еще есть парковка где паркуются авто дома короче смотрите ни в коем случае не переключайтесь потому что выпуске сегодня будет очень много моря я знаю что у нас огромное количество аудитории которые очень скучает по морю возможно в этом году даже не поеду поэтому я буду очень сильно стараться передать им эту классную атмосферу через экраны но вы просто поддержите хотя бы лайком если не сложно сделать репост в свои социальные сети я думаю вам не сложно а нам очень приятно все погнали заезжаем на заправку заправляться сегодня топливо по 20 35 уже на одну лиру подорожало но почему так когда мы начинаем ездить она дорожает что за дела еще раз расскажу здесь короче если заправляетесь за наличные здесь просто даете деньги заправщику и все и он сам заправляет фиксирует твою машину записывает номер вот сейчас даже он просто сам дверь открыл дернул мне лючок бака чтобы открылся прикиньте игра молодец такие дела а если у вас карта то идете уже непосредственно в помещение оплачиваете карты там все двигаемся едем сейчас на пляж чем его хотим там покупаться ну и заодно покажем пляж там есть пляж дикий пляж и рядом городской муниципальный вот возможно запустимся туда дрон полетаем но посмотрим вообще сегодня хотели съездить на гору тахталы самую вот эту высокую вершину 2 365 по моему она но а там есть канатная дорога самая длинная канатная дорога в европе представляете но но там вот такая вот история видите все затянуто облаками и подняться туда и поцеловать облако это так себе конечно история не будет ни видов поэтому есть туда отправляться нужно поймать в погоде хотя бы несколько дней полностью солнечных чтобы горы тоже были не в облаках и тогда отправляться здесь получается вдоль реки которая называется агва это которая уходит в наш как раз каньон есть набережная здесь велодорожки беговые дорожки прекрасная набережная везде установлены беседки вот пожалуйста ребята на автодоме класс такие спортивные тоже установлены ну здоровская такая история вот детская площадка а вот она впереди перед вами да прям эта гора чалыш вот там смотровая площадка вышки стоят мы туда ходили вместе с амбатом посмотрите обязательно это наикрутейший выпуск прям такое путешествие было классное и вот мы сейчас заезжаем на дикий пляж мы его называем ванлайферский а все почему потому что посмотрите сколько здесь стоит домов сколько здесь стоит людей с палатками смотрите как здорово смотрите мы здесь уже были я вот тоже как-то показывал выпуски но мы никогда здесь не купались можно здесь покупаться смотрите покажу вам огромная-огромная парковка да и вон посмотрите какие здесь просторы на эти как красота вон капля карета называется капля карета парить каких только здесь нету домов полное разнообразие как мы скучаем ребята вы бы знали вообще но ничего скоро заберем сейчас вам покажу какой еще есть автодом варите вот такой вот треугольников ски на платформе до стоит прикольный и рядом с ним даже с террасой представляете это как бы автодом вот они цепляются на прицеп и поехали куда-нибудь так вот люди живут настенка сказала что будет купаться мы сейчас едем вот чуть-чуть буквально подальше так смотрите вот видите тоже стоят ребят а мы едем вот сюда вот собственно за вот этот вот забор халк халк пляж здесь видите детские площадки мангальные зоны туалеты здесь вот но все все есть здесь также есть бесплатный теннисный корт мы на нем играли а вот кстати гора тахталы вот видите она вообще вся в этих облаках и туда не вариант конечно съехать ну и вот собственно сам вход ребята если этим летом либо прямо сейчас уже в мае вы собираетесь отдохнуть на нашем юге отправиться в крым отправиться в анапу отправиться в еленджик отправиться в сочи в абхазию либо например поехать в дагестан я конечно вам рекомендую приобрести наши авторские гайды как раз по вот этим всем местам там есть куча туристических локаций есть не туристических куча локаций лайфхаки и советы рестораны которые мы сами лично проверили также есть столовые какие-то различные кафешки стоянки кемпинги где набирать воду если вы поедете дикарьком как любимые в общем там огромное количество информации самое важное это наш опыт и есть маршруты цена наши гайда всего лишь 490 рублей а если например вы приобретете анапу геленджик и сочи то попадаете под акцию 3 гайда по цене 2 не упускать свою возможность приобретаете изучайте и путешествуйте кемер в себя влюбляет вот прям вот сто процентов вообще вот своим разнообразием вот это вот природой которая так близко вот этими пляжами мне на самом деле здесь знаете почему пляжа нравится еще потому что они галечные и галька не противная она такая мелкая ну не колхозная незавезенная и вот собственно смотрите добро пожаловать на пляж вот здесь есть пляж ресторан марки туалеты все собственное вот так вот выглядит очень-очень красиво на самом деле здорово совершенно бесплатный ну единственно там за лежаки если захочешь взять там заплачь какую-то копейку вот как и везде но по крайней мере видите корт бесплатный мангальные зоны они тоже плата на по-моему 250 рублей ну на наши я уже перевожу сутки но в день до залетаем вот уже прям реально залетаем на пляж посмотрите вот кафешечки уже все функционирует вот что справа что слева можно покушать ну вообще сейчас здорово есть информационные стенды на четырех языках турецкий английский немецкий и русский вот все очень комфортно посмотреть какие широкие настилы такие классно выстриженные газончики две детских площадки здесь вот пожалуйста теневые зоны это если повыше да так сказать в горке либо вот можно расположиться на самом уже пляже вот на вот этой галькой но пока видите все так пусто-пусто пустенько там уже если справа смотреть это по моему уже отельные начинаются ведь они битком а вот муниципальный выглядит вот именно так а есть смотреть в ту сторону то вообще заметьте вот автодома стояда их собственно много на то что мы с вами видели там вообще нет людей в принципе и здесь нет людей вот кемер вот такой вот разнообразным и на самом деле когда даже на машине путешествовали вы например вот про вот эту вот стоянку автодомов вообще не знали мы как-то так с кемер проехали а мы в кемпинге стояли в гайнюке блин здорово вообще сейчас пойдем купаться сегодня мы заставим настенку это сделать вместе с нами ну как заставим она сказала я буду купаться но возможно я не смогу зайти но посмотрим не твората точно будет мы с вами точно будем а вот как настенка ну пока не знаю купили мирошке такой костюм замечательный купаться правда панамку он сразу вышвыривает так и в принципе любую кепку но хотя бы в этом поступает прикиньте даже мы еще не заходим а насенку уже пошла первый раз в этом году настенка купается в море о нет темка и опередил ой 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 подальше убери сандалии кепку решилась да ладно ты чё она уже не такая ледяная я после океана но зато он такая классная ой такая классенька ну я не знаю чё так ладно я маленькая может потом ну такая она уже неплохая просто я привыкла оооо мирочка заходит пойдем 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 ну не брызга родик давай плыви надеть так вот так вот плыви 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 ой молодец мироша туда хватить плавать хочешь что ничего себе ух оба молодец собеги а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Вот я про что говорил Здесь, пожалуйста, детская площадка Это первая, с той стороны вторая Здесь вот еще откроется кафешка Туалеты, сейчас пока работают только центральные Вот, собственно, корт И баскетбольная площадка Вообще совершенно бесплатная Приходи, играй Вообще классно Красота Как вам пляж? Пишите в комментариях Туда? Ну, давай сходим Так, и туда вот можно еще погуляться По набережной Сейчас думаю, что сходим А после вот этого пляжа Начинается, смотрите, какая зона Набережная Здесь вот все подсвечивается, кстати, вечером Видите, такие столбики наклоненные, красивые И вот это уже непосредственно все Отельная история Ну да, вот он называется Как вот из Что-то там, бич какой-то Чей-то Здесь просто вот они, видишь, флаги Это отельные И, соответственно, и пляжи их Но на пляж, я думаю, вряд ли там можно заходить Ну, в плане, можно и зайти Ну, лежак-то вряд ли А погулять по набережной Я думаю, что однозначно Можно и точно стоит И вот идешь вот, наслаждаешься морем Цветущим олеандером Классно вообще Мне прям нравится И вот, пожалуйста Отели Всякие разные Здесь такая территория, тоже, знаешь Забора как бы нет Ребенок Чикс убежал И купается Прикольно, да? Ну да, здесь прям вот отели Получается на первой линии Еще набережную перешел И вот у тебя пляж Вот у тебя море За отелем горы Супер Вот теннисный корт Футбольный корт У них здесь И главное, что набережная Открытая В доступе для всех Это, конечно, хорошо Очень хорошо Вот так чилят Люди в отелях Пожалуйста Басики, масики Вот море Как говорится Через дорогу Они в басике плескаются Вот делать нечего Смотрите, какой здоровый Аквариум с раками Просто гигантский И они все живые Это получается Вот видите Если можно Вот так вот прийти Из Чемьевы Вот видите Улочка туда уходит Попасть на пляж Это вот общая кафешка Все остальное Отельное Что мне очень нравится Что эта набережная Она прям зеленая Здесь пальмы Вот такие вот цветочки Смотрите Какая красота Там уже море И вся вот эта высадка Идеально чистенький газончик Смотрите Гамаки Душевые Туалеты Ну гляньте Как красиво А вот туда смотришь Там горы Туфалые Облачные Блин Клевое место И вот самое что интересно Что реально Вот многие приезжают Они даже здесь По этой набережной Не ходят Понимаете Даже те кто живет здесь Они это Никуда не ходят Так что вот Берите с нас пример Ходите Да-да-да При отеле Берите с нас Примеры И это Ходите Гуляйте А еще мне кстати нравится Здесь вот этих вот отелях Которые кафешки Вот на первой линии Стоят при отельных У них здесь Лепят гизлюмеху Вот так вот Бесплатно? Да-да-да Это в отелях Круто! Смотрите как высадка Смотрите какой парк Типа речечка сделана Клево Очень клево Вот так вот И вот они Всякие проходы Получаются К морю От своих Отелей Вон у них Фонтанчики Всякие стоят Очень ухоженная Чистая территория Все подпризно Это водопадик Смотрите А вот здесь вот Смотрите Проходим дальше Здесь уже такая Вон Огромная детская площадка Вон Мирошка Увидел Спалил ее И бежит Смысл в том Что вот тут начинаются Песчаные пляжи Очень напоминают Анталийские лары Ну такой песок И есть немножко Галька Вон гляньте Какие площадки Это уже В доступе Для всех Видите Какая красота Тут площадки Там площадки Спортивки Повсюду Вон Повсюду красота Это для более маленьких Здорово Ага Как Что скажете Переходим И вот Еще площадка Но она вот уже Прям для Поменьше Пляж хоть поближе Вам покажу Ну это опять таки Отель Султан бич Вот это их Дальше можно Еще немножко Пройти там По набережной И по сути Все развернуться Пойти домой Но здесь прям Реально прикольная Набережная Вот виллы Да у людей Смотрите Как находятся Прямо Первой линии Чикс вышел Проснулся Перешел И пошел Купаться Мне кажется Очень здорово Пляжный волейбол Красота Хочу Так знаете Немножко Подытожить Что В Чим Юве Очень круто Вот прям Кто никогда Сюда не доезжал Обязательно Доедем Все ушли вперед А мы с Мирошкой Нашли Дерево Морить Какое ягодное Дерево И так Плодоносие Да Мирошка Поэтому мы стоим Обжираемся Да сынок Да Ну какие Ну это зелененький Еще сынок Вон черненьких Сколько Мирош Язычок покажи Ой Ой какой язык Да И руки Язык Все покрасила Шелковица Зато вкусно Да Мироша Да Вкусно Вкусно было Как папа любит Мироша Да Как папа любишь Мироша Покажи Папа тебя тоже любит Мы приехали на парковке Пусто было Сейчас посмотрите Как уже Забито все Ну еще есть конечно места Но тем не менее Да Загруженность А мы шелковицу ели Много Да Там такие кусты Вообще Шелковицу ел Мы заехали В Мигрос Купили огромные Водяные пистолеты Пацанам Смотрите Какая красота Это не Мирошки Это Мия Короче Купили еще Мирошки Купили еще Мия Вот Короче Все Теперь едем Домой Готовить Обед Все У них теперь вообще бардак Песты Ай-яй-яй Да Наши дети вышли И все И все теперь срочно уезжают Когда Купили детям Брызгалки А папа Забрал Мирошину И носится с детьми Вот кому купили Папе или детям Не надо домой Артемка Артемка Там Мирошка спит Иди там наливай Ну Артем В домой не бегайте Там Мирошка спит Разбудится Можно Не в меня Не надо Да блин Почему в меня Да ешкинку Все Отойдите Спокойно Посиди Нет Я говорю Съемная Родик Родик Славик Хватит Мы уже пообедали Завершаем наш обед Кюнефом Видите Запекается Запекается А пока оно запекается Мы решили с Настенкой Быстренько нырнуть в бассейне Настенка между прочим Здесь еще ни разу Не купалась Вот так вот Давай 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 Я не готова Давай Я тебе помогу Не переживай Я тебе помогу Вот это я понимаю Давай к нам А почему Давай Деряй Красота Ну как тебе Давайте втроем Красота Желаю всем так жить Кюнефа покажу вам Видите В этот раз мы сделали Классно Мы после обеда Едем на закат Полопать бананы К морю На интересный пляж На котором мы ни разу Не были И у меня сегодня Представляете После обеда Новый штурман Это Мия Многие ее знают Из прямых наших эфиров Ее отпустили Вместе с нами Вот так вот Так что едем мы Большой толпой Не знаю как так Но нам постоянно Подкидывают дочку До одни До другие Вот так вот А потом мы Ваших заберем К нам В гости Есть пиццу Серьезно? Да, мы сегодня Пиццу будем готовить Кто любит пиццу С ананасами? Я С ананасами? Да Ой-ой-ой Вот это поворот Это на десерт? Не, ананасы Вроде будет пицца Это гавайская пицца Гавайская Моя любимая Моя любимая Ехали мы Ехали И представляете Уперлись Вот в такую вот Историю И все И куда дальше Непонятно Получается Сейчас будем искать Какой-то другой пляж Расстроились конечно Ну ладно Приехали мы В другое место Посмотрите Какой здесь Очень-очень Узкий Заезд Здесь уже территория Отеля Здесь какая-то непонятная территория Мы оставляем машину И будем двигаться Вот сюда Видите здесь горки Это все Отельная территория Сейчас посмотрим Мирочника я иду Я же говорю Видите будем это Бананы лопать Бананы лопать Лопать Да Какая-то странная У нас тропинка Ну да Не торопитесь Ребятки Собака Ну что сказать Везде Где бы мы ни ходили Идем по каким-то Интересным Штукам Вон скала Какая-то Например Аккуратно Мироша Аккуратно Артем нам кричит Папа там Забор Ну а мы как бы Идем Забор это не Давай ручку Давай сюда Забора нет Но мы точно Видим уже море На самом деле Точно видим Сейчас попробуем Вот так вот Понимаете Мы в поисках Просто Самых лучших Пляжей Не туристических Я вот очень надеюсь Что у нас Получится Это сделать Очень надеюсь А то по крайней мере Люди оттуда идут И это очень хорошо Значит мы идем По ходу дела Правильно Ну и я вот уже Вижу Видите вон Пожалуйста Море Что? На ручки? Ну ее На ручки? Я так понял Что мы попали На отельную территорию Да? Вот собственно Вот это вот Там волейбольчики Прокаты И так далее И так подобное Видите Всякие различные Развлечения Такой отель Кстати Классный Вот их пирс Вот такой вот У нас дети Ушуршали И охранник К нам подошел И говорит Типа Здесь типа Не нужно А вот тут Чуть дальше Пройдите Вообще Типа Нет проблем Типа Купайтесь Отдыхайте Вот Ну слушайте Ну прикольно Если вы посмотрите Вообще никого нет Абсолютно Так свободно Так хорошо Единственное Что Мне кажется Мусорно на пляже Ну потому что Не отельная история Вот Так себе История Давай Мирочка Критит Все правильно Ну ладно Посидим Вот тут Значит С краю И устроим Сейчас вечернюю кубку Будем Вечернюю кубку Устроить Почему Давай Давай Третий Бог любит Троицу Ты знаешь Что ты замерзла Уже Ну Солнышка То нет Уже Что Как солнышка Нет Я здесь Я здесь А рядом Мирочка Ты что Солнышко Ну согрей Маму Меня Мирочка Тоже затащил На этот пирс Аккуратно Мироша Нет Мамочка Да Я сделал два банана И родик один А мне не захотела Мироша Стой 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 Давай руку Там Короче Ребята Причаливают На вот этих Электрических Серфов Или как они там Правильно Называют Здесь Короче Развлеку Прилично Пойдем Мирошка Смотрите Какая чистая вода Прозрачная Сейчас волны нету И по мосту ходить Комфортно Когда немножко волна бьет То как бы это Так себе история Подъехал Шик Надо как-нибудь взять Тоже такую Доску покататься Интересная штука Да Мирошка Красота Жаль что Закаты Здесь не Да Видишь Дно Вон сколько Рыбок Маленьких Видишь Мирошка Мари сколько Маленьких Рыбок Пойдем Пойдем туда Дети Ушуршали Вон Сидят Кайфуют Молодцы Атеры Кстати Такой Ну У них Территория Получается Достаточно Это Масштабная Крови Не подходи Мирош Да Я вижу Да Видите Как выглядит Все Стой 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 Мирошка Ой Бегун Мирошка Смотри Держи Потапок 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 И мы Тоже Потапок Миня Держи Миня Держи О Волна Идет Агай Смотри Я снимаю Натрон Да Стой Ребята Значит Что не нравится Ууу Ой Ого Ого Волна Пошла От него Чего ты Мироша Пошли Да О Ой Катер Классный Пользуясь Случаем Хочу вам Рассказать Про то Что вы Часто Спрашиваете Какие Карты Здесь Работают Вот Сегодня По-моему Прилетел Запрос Работают Ли Российские Карты В магазине Вайкики Нет Ребята Не работают Вообще Нигде Не работают Наш Российской Карты Работает ли здесь карты российских банков union pay система платежа до union pain работает но очень мало где у нас лично нет карты union pay но у наших знакомых много у кого есть не знаю 90 случаев когда они не работают поэтому многие кто здесь уже как бы ну так сказать надолго остается да они открывают карты именно местных банков и гонять через корону мы делаем также то есть заходишь приложение корона делаешь себе перевод на турецкий счет по ибан так называется ибан российские карты тоже уже не все принимает корона можно по моему сейчас озон почта банк райпайзен мы пользуемся райпайзеном вот соответственно делаем просто перегон сразу в лиры курсы по бирже конвертирует то есть например на бирже он 41 соответственно вот по 41 у нами переводит не знаю в чем их выигрыш наверное комиссия вот в райпайзене очень маленькая комиссия кстати за перевод там например мы десятку перегоняем 90 рублей он берет комиссию а дальше если нужна наличка идешь банкомат обналиваешь но мы в основном платим везде по карте чтоб не таскать с собой налик для нас просто очень неудобно но собственно вот такая история что касается денег наличных или как сюда но опять-таки здесь много менял даже есть такие меняла которые вы к ним подойдете вы им загоните на карту рубли они вам дадут деньги лирами да то есть на российскую карту прям им переведете но у них будет не самый выгодный курс но опять-таки если вы будете менять типа 10 тысяч рублей то там не сильно принципиальная разница ну 200-300 рублей потеряете ничего страшно конечно если переводить там большие суммы то лучше уже заморочиться с обычной карты и гнать либо через корону либо делать свифт перевод но есть еще есть вопрос еще напишите попробую ответить в следующем выпуске я что-то ходил по пляжу думал 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 у нас дело к закату я вам сейчас покажу вот видите солнце заходит за гору вот я вот так думаю думаю может быть все таки нам искупаться на закате вечерняя кубка так сказать чё скажете я вот думаю пока на самом деле я думаю что точно стоит я вообще обычно купаюсь шортах а здесь шорты даже с собой не взял потому что я вообще не думал купаться но как можно не купаться на закате но серьезно какой здесь чистейшее море в общем человек говорю давайте я с вами ныряю и сами смотрите ух какой кайф услышать я не знаю мне кажется уже море градусов 25 точно есть уже все вот прям ну даже вечером ты уже наслаждаешься купалкой и это очень очень классно вот таким видом на настенку ой какой кайфом сейчас вам попробую показать песок какое здесь но давайте еще раз нырнем и поедем домой 1 2 3 а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да? Да Субтитры сделал DimaTorzok Вот так и живем Если не поставил лайк в самом начале Самое время это сделать Все самые нужные важные ссылки Я оставил в описании, ребята Переходите и пользуйтесь И самое главное Путешествуйте Пока Субтитры сделал DimaTorzok